И сейчас с нами на линии прямой связи главный редактор телеканала Rush Today, Маргарита Симонян. Рита, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ну традиционный сегодня для всех гостей, к сожалению, не смогли дойти до студии, поэтому говорим с вами по телефону. Вопрос, что для вас свобода выбора? Что для меня свобода выбора? Такой философский у вас вопрос. Все отвечают. Может, как-то конкредитируете? Ну, наверное, то, что и для всех людей свобода, жить так, как мне нравится, верить в то, во что я хочу, проводить время с теми, с кем я предпочитаю, читать книги, которые мне интересны, и далее по списку. Так, да, давай я спрошу. Маргарита, а вот Rush Today транслировала первый митинг на Болотной. Пришли ли к вам из споратуры по запросу депутата Шлегеля? Нет, к нам не приходили с прокуратуры. У нас запросили записи эфира за то в Великобритании по другому поводу, ну то, что вчера или позавчера. И что вы ответили? Дадим запись, а что у нас? Выбора нет. Если не дадим, нас лицензии решат. Маргарита, скажите, пожалуйста, очень много сейчас говорится о свободе выбора журналиста, о том, что он сам может выбирать, что писать, что не писать, в какими именно словами, какую тему он сейчас? То есть может выбирать, где работать. Кто-то, кто придерживается взглядов сходных с редакционной политикой «Телеканала Дождь», может работать на дисканале «Дождь». А кто-то, кто придерживается взглядов сходных с редакционной политикой газеты «Завтра» или другого СМИ, может работать там. Это, я считаю, как раз прекрасно, что человек может работать там, где сама суть и сам посыл телеканала или газеты, или радиостанции может соответствовать его собственным взглядам и представлениям его прекрасным. Но это же только в Москве, может быть, или в Петербурге, где действительно есть какой-то выбор. А региональные журналисты, где есть одна газета? Где вы видели у нас регион, где есть одна газета? Я таких регионов не знаю. Посмотрите на тот же Томск. Там еще попробуй выбери какую-нибудь государственную станцию. Даже не знаю, есть ли там такие. Там как раз самые главные СМИ. Это такой вот в определенном смысле «Телеканал Дождь». Регионы очень разные. Конечно, есть регионы, особенно на Кавказе, где с мнениями, расходящими с точки зрения власти, трудно найти работу. Но, опять-таки, возможно. Труднее, чем наоборот. Но возможно. Но есть и совсем другие регионы. Тут сложно под одну гребенку всех. Маргарита, может, вы были слишком молодой, но нам, например, не дали работать на канале НТВ, который мы создавали на канале ТВ-6 и канале ТВ-С. Их закрыли в течение двух лет, все три подряд. Нет этого случая? Не рассказывайте. Я ходила на митинги за счетой НТВ в свое время. Вы считаете, что у нас был выбор, где работать? Я считаю, что в то время у вас не было. Вы же меня спросили про сегодня. Телеканала «Дождь» не было еще год назад или два года назад. Ну, по крайней мере, он не был таким явным. Сколько вам лет, ребята? Телеканал «Дождь» сколько лет, вопрос. Два года почти уже. Два года назад. А, ну вот, я же и говорю, да. Его совсем не было. А сейчас смотрите, какие у нас там работают. Паш Лавков и там Лошак и другие. Вот вы сейчас там программу ведете. Маргарита, а скажите, пожалуйста, вот сейчас очень многих волнует такая проблема. Как преодолеть сегодня раскол в обществе? Кто не с нами, тот против нас. Знаете как? Вот смотрите как. Я посмотрела в Твиттере список ваших ведущих. Я не претендую сейчас на то, что я знаю все про то, кто у вас сегодня ведет марафон. Но все, что я видела в списке этих ведущих, все эти люди, все ведущие вашего эфира, они придерживаются оппозиционных взглядов. Они ходят на митинги. Ну это неправда. Вы знаете, извините, просто перебью сразу, потому что вот ровно на этом же самом месте вместо Владимира Кармурзы должен был стоять Гордон. И он давал свое согласие. Мы должны были вместе с ним вести. А у Гордона что? Государственная позиция что ли? Я вас умоляю. Она вполне определенная. А он будет буквально через полчаса в эфире. Он будет в эфире. Он будет не вести эфир. А я вам говорю про то, что если бы у вас один ведущий был, условно говоря, с Болотной, а другой ведущий с Поклонной, вот это был бы такой... К сожалению, отказывается. Вы знаете, мы очень многим предлагали. К преодолению раскола в обществе. А кому вы предлагали? Вот кому вы предлагали из людей, которые больше согласились бы и захотели бы пойти на Поклонную? Просто интересно. А вы почему не доехали, Маргарита? Вы-то сама почему не доехали? А меня вести эфир никто не звал. Меня звали в гости. Да, вот почему вас нет на нашем... Так подождите, получается, что телеканал Дождь раскалывает общество? Да нет, конечно. Ну, конечно, не телеканал Дождь, и не один телеканал Дождь, и люди с другой позиции то же самое. Вот поверьте, мне одинаково... Вот просто противно, просто по-человечески противно читать и то, что пишут люди из одного лагеря, и то, что пишут люди из другого лагеря. Более того, я вам больше скажу, когда я сама, как мы все, будучи людьми слабыми и склонными к импульсивным реакциям, когда я иногда сама, я прихожу в ярость от каких-то вещей, что-то такое пишу, да, ну так, очень раскольнически окрашенное. Мне и самой потом неприятно, а от самой себя думаю, ну, елки-палки, ну что же, ты как они все тоже, ты же не хочешь, чтобы было так, ты же не хочешь, чтобы все делились на правых и левых, а тоже тебя периодически захлест с этой волной. Это ужасно то, что сейчас происходит, ужасно. Я вот говорила с вашей начальницей, Наташей Синдеевой, несколько дней назад, которая, собственно, и звала меня сегодня на марафон, но я действительно не смогла приехать к вам, но с удовольствием, видите, по телефону общаюсь. И она очень правильную вещь сказала, она сказала, ну как же так, вот мы же все там ходим в одни рестораны, сидим на одних застольях, на одних мероприятиях, мы много лет друг друга знаем, там, многие, да, из нас, общаемся, все как-то дружили, приятельствовали, и тут по политическому признаку, на фоне отсутствия какой-то там войны, да, какой-то вот ужасной-ужасной катастрофы, мы начинаем делиться, это все начинает очень сильно отражаться на личных отношениях. Меня это очень-очень расстраивает. Большое спасибо, Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала «Раша Тудей» в прямом эфире телемарафона «Дождя», свобода выбора.